Да, добрый день. У нас Хира и мы зададим вопросы. Скажите, пожалуйста, с какими видами бизнеса вы раньше работали? Последняя моя деятельность была связана с финансовым менеджментом в Америке, я занимался стратегическим планированием. До этого я работал в компании, занимающейся управленческим консалтингом и специализировался на помощи финансовым компаниям. Скажите, пожалуйста, как Тетехилинг может помочь в развитии бизнеса и самому предпринимателю? Множество ситуаций, в которых Тетехилинг может помочь? Я хочу сказать о двух направлениях. Первое направление – это изменение ваших ограничивающих убеждений. Или некоторые люди называют их «ментальными блоками». Например, если вы общаетесь с вашими коллегами, и коллега высказывает какие-то другие идеи или не соглашается с вами, и это может вызывать какой-то гнев или трудные чувства, и это может запустить в вас определенные действия. И часто так случается, что после этого вы сожалеете об этом. И с такими эмоциями, с триггерами можно работать с помощью Тетехилинга. Чтобы мы могли оставаться спокойными, трезво рассуждать и принимать правильные решения, когда такие ситуации возникают. И когда вы находитесь на управляющей позиции или на топовой позиции, то это становится очень важным для вашего лидерства. И это первое направление. Второе направление – это о том, чтобы иметь интуитивное знание. И использовать это интуитивное знание для вашей креативности, инноваций. Потому что медитация, которую мы используем, позволяет вашему мозгу достраиваться на определенную частоту, и это позволяет запускать больше способностей интуитивных. Это, например, у вас есть множество разной информации, и в какой-то момент вы понимаете, о, вот что это все значит. Это когда вы находитесь на Тета-Волгах. И вот эта практика позволяет вам намеренно входить в это Тета-состояние. Это второй способ. Первый способ помогает вам быть более сильным лидером. Также позволяет вам повысить вашу собственную продуктивность. И второй способ помогает вам быть более творческими и более инновационным. Я считаю, что это очень многим людям помогает именно в работе. Какие есть советы для предпринимателей? Какие вы можете дать советы? В общем, в бизнесе предпринимателям. В бизнесе предпринимателям. Окей. Ну, мы живем в обществе, в котором мы сейчас живем, оно находится в состоянии быстрых изменений, в котором много вызовов. И многие вещи очень неопределённые. И неопозначные. И неопозначные. И в личном уровне у нас есть телефоны, компьютеры, социальные сети. И приходит очень много сообщений. So, many people feel overwhelmed by all this situation. И люди чувствуют себя как бы перегруженными в все эти ситуации. Пересполненными. И в этой ситуации и в обществе, и в личном пространстве очень важно оставаться спокойными. И присутствующими. So that you can focus on what you want to focus on. Чтобы вы могли сфокусироваться на то, на чем вы хотели фокусироваться. And not, like, put yourself in, like, a burnout situation. И не помещать себя в ситуацию как бы выгорание. And maintain balance. И поддерживать баланс. So, being able to have this ability to meditate and change your habitual patterns. It creates this unnecessary space for you to change your life, create the life that you want. So, many people, not everyone, but some people who are really sensitive to such new trends. They are starting to utilize these techniques. И многие люди, не все, но те, кто чувствительны к вот новым тенденциям, они начали использовать эту технику. So, I believe in some years later this becomes like everybody should do it. И я думаю, что через несколько лет станет, ну как бы это, все будете этим заниматься. So, that's my suggestion. Что вы можете пожелать тем, кто будет смотреть это видео? What wishes can you say for the ones who will watch this video? What's that again? Wishes. Some good words, yes, for people who will watch this video. I think, yeah, I wish all the peace and safety and joy is going to come to your life. Я желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью, безопасностью и миром. And the important calling or motivation is going to arrive in your life somehow. И чтобы важный какой-то зов, мотивация пришли в вашу жизнь каким-то образом. And you step into the opportunity and become the hero or heroine in your life. И вы воспользовались этой возможностью и стали героем, героиней вашей жизни. That's my wish. Мое пожелание. Благодарю. С вами был Хиры и Маргарита Любимова. Всем пока. Благодарю. Благодарю. Благодарю.